вот сегодня мы рисуем вот такую вот веселую собачку такую веселую собачку рисуем ее почти совсем не сложно рисовать поэтому я думаю всех очень хорошо получится для начала как всегда надо поделить лист на четыре части я чтобы у меня была ровная линия это не только с разметка это совсем когда она одна и совать что-то всегда если вам нужна длинная ровная линия то вы держите карандаш в конце и просто видите молоку вниз кисть не двигайте тогда получится очень ровная линия так то же самое тут вот 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 ну примерно вот так а потом нам надо нарисовать голову собачки чуть вот смотрите у нас вот это вот потом я так поделена 3 4 части и у нас голова на этой линии она формы прямоугольника мы сначала можно назвать прямоугольника потом его немножко поднять поменять чтобы он выглядел как голова здравствуйте здравствуйте мне кажется что это получилось больно низко вот и теперь я на ней рисую прямоугольник вот смотрите еще этот прямоугольник делится примерно пополам вот линии вертикальной и он еще немножко под таким наклоном поэтому можно либо начать с нижней линии и отвести ее от горизонтальной линии наверх повести ее а потом уже весь прямоугольник так вот самое простое это начало ставлю . вот так отвожу тени наверх немножко как сильно я и подниму вот так вот у нас и будет высоко как бы поднимать голову наша собачка вот так и теперь я иду здесь я могу уже сама решить какое хочу как бы пока у нас высота головы какая у нас голова от этого будет зависит какое у нас тело поэтому здесь я уже могу сама вы можете сами решить по какого вы хотите размера потом я вот так вот стойди не дальше чтобы это не выглядело просто фигурой геометрической нам надо закруглить углы чтобы она выглядела более прелесть лично для головы я стираю один угол и вот так вот закругляю его нам не надо прям вот стереть вот так вот и закруглить очень сильно вот так нам нужно есть немножечко закруглить и потом я еще вот саму вот эту сторону закруглить тоже не сильно и всю капельку вот так вот потом я закругляю остальные края вот смотрите когда закругляю вот обе стороны я немножко выгибаю и делать побольше их выгнутыми делаю и снизу и сверху я тоже где-то должна сделать повыгнуть выгнуть эту линию не прямой ее сделать а немножко закругленной вот так вот теперь надо нарисовать глаз смотрите глаз он прям он очень большой вот мы нарисовали с вами голову вот это вот мы с вами эту голову нарисовали он сильно он немножко выходит над головой и и очень большой а еще на голове как он прям у линия вертикальный поэтому мы можем использовать ее и понять где он вот это вертикальная линия на что он где-то вот здесь будет я могу нашла очень большой паз я могу немножко зайти за эту линию что мне надо ты не хочешь у всех получается у меня получается у меня получается получается а что не получается можно покажите подождите пожалуйста что получилось маленьким глаз его можно делать большим просто больше а мы потом будем рисовать носик а мы потом будем рисовать носик это просто такой овальчик на кончике он тоже был большой но не такой большой как глаз мы его помещаем на крышке мордочки вот глаз побольше мне почти что у меня был маленький если у вас тут не получается вы не бойтесь прям стирается потому что когда эскиз мы делаем мы можем как вы эскиз от начали начальный рисунок и на нем мы должны стараться сделать его красивее кто показывает а кто это говорит зла то сделала побольше ближе к ближе к вертикальной линии вы можете посмотреть на мой мария сейчас я не носик на все вот тут такой у меня носик извините за позвоните извините я тоже опоздала потому что я сама начала рисовать и у кого посмотреть сейчас я смотрю у кого так а мария молодец я поддал и данный вот так вот такой нос я на нем сразу наш турбик такой овальчик сверху смотрите потом я на глазу нальсу зрачок вот такой вот зрачок я наносил довольно большой мы можем глаза сделать как мы хотите ну да да конечно ну наш бог как бы здесь их делать очень такими выпучены потому что он как бы очень удивляется смотря на нашу бабочку поэтому нам надо сделать выпучены и тогда это будет создать эффект то что он очень боится и вот и теперь я маршрую уши они вот с краю уши вот здесь вот я вот так вот беру и поднимаюсь вверх простите пожалуйста не хорошо я все хорошо Забейте меня, пожалуйста, я не успеваю. Хорошо, я жду две минутки. Хорошо, я жду две минутки. У меня правильно? Да, правильно, молодец. У меня правильно? Кто спрашивает? Санера? Да, правильно. Да, Саша. Потом я вот поднимаюсь и такой другой наверх. Такой кончик делаю за стороны, опускаюсь. Не до конца. И опять поднимаюсь рядом уже. Второй ух. И уже потом опускаюсь и плавно, как бы делаю такой плавный переход. И стираю голову в этом мешке. Теперь мы можем... Теперь нам надо нарисовать линию горизонта. Она где-нибудь два пальца от низа листа. Поэтому я примерно поднимаюсь и рисую ровную линию. Это, например, у нас улица или, я не знаю, тротуар, где собака сидит. Вот. И потом... Потом мы должны... Потом мы должны опустить, как бы, тело нашей собачки вниз. Я вот так вот иду по краю. И вот так закругляю внутрь. Потом отхожу и рисую такое толстенькое место, это животик. И что такое. И опускаюсь на пол. У меня получилось, что собака... Надо сделать ее не сильно толстыми, не сильно худо, потому что, если она будет худенькая, то будет выглядеть жалко. Так, нормально. Можно посмотреть. Кто спрашивает? Злата. Сейчас посмотрим. Злата, да, молодец. Майя тоже. Меня тоже, посмотрите, пожалуйста. Вот так? Ай, эльмас. Да, молодец. Вот так вот. И потом надо нарисовать снизу. Вот я ее закрываю. Она вот здесь сидит на этом. На полу, не знаю. На чем она у нас сидит. И эти две линии соединяю, которые мы опускали. И потом я иду понизу, иду понизу, иду понизу. И потом отхожу. Рисую такую дугу. Это у нас хвостик. Вот дальше я отступаю от низа, и иду, где-нибудь на палец, отступаю и соединяю вот эти две линии. И еще одна линия. Добавляю к хвостику толщины. И стираю то, что у нас не должно быть здесь. Вот так? Сейчас, секунду. Кто говорит? Самиры. Вот там, друзья, Саша. Самиры, да. Саша. Очень хорошо. Саша. Саша, да, молодец. Меня сначала не пускали, и я сама половину нарисовала собаке. Правильно. Правильно у меня. Я Эльма Сузун. У меня правильно? Сейчас. Да, правильно. Вот. И потом я... Вот мы нарисовали хвостик. И мы можем стереть вот разметку. И линии, которые не нужны. Например, линию горизонта на теле собачки. А горизонт этот не стирайте, нам он нужен. А линию, которые держат лесным полам. Она... И я тоже стираю. Да, мы стираем все, кроме собачки и линии горизонта. Линия горизонта, это внизу собачки, которая, наверное, сидит на этом... Да, да. Это горизонт, где как бы небо встречается с землей. Ну, или стена с полом. Я хочу носик подправить. Мне выглядит, как будто бы собака опухнула. А, мы забыли с вами бабочки нарисовать, да. Бабочку, смотрите, я от носа рисую где-нибудь пять ножек. Но это не очень важно, их потом не будет видно. И такую дугу выгнутую над ними, вот так. Дальше я делаю ей, как бы, толщины и повторяю эту линию чуть повыше. И потом я закругляю и соединяю. Дальше я рисую крылышки. Просто это, как бы, обрезанный овал. Первая большая крылышка, это обрезанный овал. А вторая у нас будет... А вторая крылышка, оно вот так под наклоном. Это тоже такой овал. Но это выглядит больше, как листик. Или капелька. Вот так. И усики я не буду рисовать, потому что их потом надо будет нарисовать. Уже тут не важно, если они ровные или неровные. Теперь вот мы можем их раскрашивать. Я вот немножко подтираю, потому что я рисовала темно и толще. И под акварелью будет видно все эти линии темные. Усики будут на вот этой вот полосочке? Я вот у нас здесь нет усиков, поэтому вы можете, как бы, не знаю. Наверное, они... Но они будут где-то под носиком. Как бы, вот, посмотрите. Усики у собак всегда под носом. Если вы хотите усики, то их можно вот здесь нарисовать. Вот так вот. Нет, я имела в виду про бабушки усики. А, усики у нее, смотрите, у нее они должны быть вообще неровными. Поэтому мы их можем сейчас нарисовать. А потом их уже акварельно снять, потому что нам не будет важно. С карандашами или с кисточками? С кисточками. А усики у нас отходят от тела. Вот от этой, как бы, ну, овальчика вот этого выгнутого. Вот от него мы рисуем эти усики. Да, что? А зачем они делают с неровными? Ну, потому что у нас на картинке, как бы, все такое не очень нереалистично. Поэтому это просто делать смешнее. Ну, я сделаю ее немного реалистичнее. У меня будут доступы. Хорошо. У меня будут какие-то палочки. Ладно. Так, Анна, давайте теперь раскрасим. Мы начнем сначала с фона, вот с этого голубого. Я возьму кисточку. Большую я сейчас могу взять. И темный такой какой-нибудь цвет. Потом я беру воду чистую и мочу вокруг собачки где-нибудь даю носика. Я это все мочу, неровно мочу водой. Собачку или что? Нет, вокруг собачки то, что стена как-то. Все вокруг? Нет, не доходим до края немножко. Вот где-нибудь около собачки. Не сильно далеко от нее отходим. Вот так. И потом я беру синий цвет и вот начинаю так вот капать. Ой. И он вот так вот расплывает очень красиво. Вот смотрите, вот сейчас оно выглядит так странно, что это за всякие полоски, линии. Оно чуть попозже сильно прям красиво растечется и все будет очень красиво. Поэтому если вам пока сейчас не нравится, не переживайте, оно скоро будет очень красиво. Потом я тоже самое делаю на другой стороне. Пока она не высохла. Если она уже у вас высохла, то добавляйте туда еще воды. Этот вариант называется по-мокрому. Да, это акварель по-мокрому. Акварель по-сухому это, например, как мы... Ну, если мы, например, просто вот так вот берем и закрашиваем цветом. Я стараюсь не оставлять края у собачки вот без этого синего. Поэтому ее я могу так вот немножко обвести, чтобы оно не было такое пустое. Так будет выглядеть странно. Вот что меня получилось. Вот что у меня получилось. Хорошо. Это я. Так, у всех получилось? Все сделали? Да, у меня получилось. Хорошо. Сейчас, секунду. Так, теперь мы можем... Я вот сейчас смываю с кисточки цвет. И мы можем взять коричневую и нарисовать под собачку тень. Я могу затем коричневую и немножко черного добавить. Потом я под собачку вот так вот беру и как бы... Под ней я рисую такой овальчик. А вот под хвостиком я иду просто так прямо и рисую такую дугу. Вот сюда немножко вот такой вот... Вот так. И сейчас давайте мы закрасим бабочку, потому что у нас вот сара сейчас все вокруг собачки. Если мы начнем закрашивать собачку, то она перемещается синим цветом, и у нас будет не очень красивая собачка. Поэтому давайте я возьму тонкую кисточку сейчас. Такую, например, тонкую прям. И возьму немножко черного цвета. Вот эти ли его... ее ножки наши. Какая сверху будем красить? Смотрите, потом... Вот туловище ее тела я беру красный. Она красная у нас. Я беру красный. Смотрите, а вот это... Я беру... Хорошо, можете... Делайте как хотите. Это ваша бабочка. Вот. Поэтому я рисую такую ей полоски. Как у лебра. Можете сказать. Ярко-красным цветом. Они не обязаны быть на одинаковом расстоянии, они должны быть ровными. Вот так вот. И теперь... Это какой цвет сейчас вы делали? Я делаю темно-красным. Таким ярким. Вот так вот этот. Вот сейчас покажу. Вот этот вот. У меня есть такая свет. Хорошо. Вот. И теперь я рисую усики. Вот, смотрите. Я беру вот так вот... Туловище. И вот так вот отвожу. Я в конце должна немножко их закруглить, но сейчас они должны быть такими угловатыми. Вот. Первое усико и потом сейчас второе. И теперь я беру опять этот темно-красный. Мочу... Самый большой, который я его мочу. Потом я беру этот красный. И рисую его снизу. Добавляю его. Вот так вот. Снизу. Видите, он прямо расплывается. Дальше я туда добавляю оранжевый. Такой оранжевый. И тоже его сюда добавляю. И потом я беру желтый и до конца все им закрашиваю. Вот сюда вот так вот. Потом я могу чистой кисточкой вот так вот их немножко перемешать с собой. Чтобы был плавный такой переход. И потом я добавляю... Следующее крыло я опять могу намочить. И его я крашу красным вот снизу. И дальше оно уже само растечется куда ему захочется. Я вот так вот беру и оставляю. Я уже... Я уже всю бабочку. Вот. И мы закончили с бабочкой. Да, мы тоже уже закончили. И сейчас давайте закрасим нос. Пока у нас все еще вот это все сырое. Давайте нос закрасим. Я беру опять же черный нос. Вот черный. И закрашиваем нос. Вот нос у нас должен быть кругленьким и ровным. Немного не надо делать кругленьким. Я добавлю воды. Много. Ну, если вы будете добавлять много воды, то она будет очень сырой. Таким расплываться будет сильно. У нас всегда по куле должна быть вода. А сейчас будем у нее нос красить? Да, мы сейчас раскрашиваем нос. Я блик оставляю белым. Я его не трогаю. Этот овальчик, то, что внутри, я у него не трогаю. Оставляю беленьким. Это значит, что у нас где-то там солнце и... Либо свет. И у всех собачек нос такой сырой. Все, что такое сырое, либо стеклянное. Все. У всего есть такое, как бы, отражение солнца. И это, как бы, блик. Вот, и теперь... Давайте глаз закрасим. Я сначала глаз обвожу черным. Вот так вот. Он опять же не должен быть сильно ровным. Вот так. С карандашом или маркером. Вот так вот. И потом я зрачок тоже обвожу черным. Собака на глаз тоже черной будет? У нее мы только закрашиваем зрачок черным. А сейчас дальше я объясню, как мне. А смотрите, остальное я смываю почти полностью кисточку. Беру совсем крапинку черного. Черного прям. Очень маленько. И я вот так вот закрашиваю все вокруг сереньким таким. Очень... Таким бледно-сереньким. Много воды использую. А вот вокруг зрачка я оставляю почти таким беленьким. Немножко можно подойти для красных столов. Вот так. И мы закончили глаз. Теперь нам осталось закрасить нашу собачку. Вот. И... Я думаю, уже можно. А потом не подходите близко к краю. А, вот у всех получается. Я уже дорисовала. Да, у меня получается. У меня получается. У меня получается. Тогда давайте сейчас будем собачку раскрутить. У меня получается. Я опять беру эту большую кисточку. Мочую водой. И опять закрашиваю водой всю собачку. Я хвостик тоже должна сейчас закрасить, но к краю я не должна не подойти. Хвостик надо сейчас закрасить, потому что если мы сначала все тело закрасим, а потом хвостик, то будет видно прям край, где хвостик, а где тело заканчивается. Где начинается хвостик. И опять, туда сразу же голубой заходит, и я немножко вот так вот попадаю. А обязательно намочить собачку водой? Ну, смотрите. Это мы сейчас расширим акварелью. Акварель, это большую часть, это вода. Поэтому, ну, будет красивее собачка, если намочишь ее водой. Ну, если прям сто процентов не хочешь, то можешь не делать. Ой. Я к краю близко не должна, не надо подходить к краю. Потому что, когда мы закрашивали вот этой краской, она как бы не может выйти за пределы воды. Но как только мы дотрагиваемся, совсем капельку ей водой, то она сразу везде зайдет. Вот. И теперь я беру такой бледный, такой коричневый, и закрашиваю. Я пока туловище делаю. Вот один край от туловища. Вот. Один. Вот. И потом я через такие кисточки его вот так вот размываю вот сюда вот. Ближе к середине, я побольше сделала. Вот так вот. И она должна сама возьмутся ближе к середине. У меня опять вот синий выбежал. Вот. Потом я бледным коричневым закрашиваю. Я сейчас глаза заканчивала, заканчивала, и сейчас я не знаю, как это делать. Вода потом коричневой. Амда, сначала мы закрашиваем все тело водой, а потом мы туловище начинаем раскрашивать. Одну, одну, одну как там сторону, я рисую полоску коричневого, а она начинает расплываться. А вторую сторону я закрашиваю, я как бы размываю и закрашиваю очень бледно-коричневым. Вот так как-то. И потом я начинаю с головы. Смотрите, у нас еще по всему телу пятна. Я на туловище вот так вот расшиваю пятна. Немного, у нее их только несколько, но пятна есть. Вот сюда пятна. Они не темные, они примерно ее цветные, у нее все потемло. И потом я... У нее вот около носа тоже много пятен. Ну, я у нее голову тоже немножко закрашиваю, например, вот так вот. Одно пятно я могу использовать как цвет как-то. Я к глазу близко не покажу, он еще пока сыроватый, сырой. Но потом я беру и закрашиваю коричневым наши уши. Я стараюсь их кончик сделать, как там, ну, не прямо обрезать его, а сделать, чтобы он был. И на нем то, у нас на ушах тоже есть пятна. Я беру опять коричневый и вот тоже его ставлю в кладку. В некоторых местах. Вот так вот. И я еще одну несколько пятен закрашиваю. О, еще хвост. Вот хвост я закрашиваю сверху, снизу я закрашиваю коричневым. И потом я наверх чистой вот кисточкой вот развожу коричневым. То есть как бы снизу у нас темнее, сверху светлее. То же самое, что у нас вот с этой стороны. У нас с этой стороны темнее, с другой светлее. Я все сделала. Да. Можешь сейчас показать? Конечно. Сейчас мы, кто хочет, сейчас показывайте. Мы потому что уже закончили. Можно сказать? Пока я отключаюсь. Злата, молодец. Красиво. Сейчас. Да. Дальше. Урок. Ам, Борис, да, молодец. До свидания. Пока я отключаюсь. Можно я тоже показать? Можно я тоже показать? Можно? Можно я тоже показать? Да, просто показывайте. Не спрашивайте. Молодец. Сейчас я не вижу. Алмаз. Эльмаз. Получилось? Да. Самиру очень хорошо. Вот. Немножку тут хочу убрать, раз у меня опять дещи не зашел. Вот это будет. Вот. До свидания. До свидания. До свидания. Мы еще не завершаем занятия. А, ну смотри, как все закончили. Когда все закончат, я отключу Дмитрию. Я еще не закончила. Поэтому тогда мы, тогда мы для вас ждем. Вот так. Можно сказать? Да, конечно. У меня все пошло не так. У меня потому что не акварельная бумага. И это я больше не могу сказать. Вот и сна. Как бы. Обычно? Да. Ну, тогда просто сейчас, когда если у тебя появится бумага, то ты можешь просто перерисовать. Ну, или просто можно не судить, как у тебя плохо получилось. То есть, это из-за бумаги плохо получилось. Может, это как бы тренировка была такая. Ладно. Вот. Я дорисовал, я ставлю подпись, и теперь я могу все хвастить. Да, я жду, я никуда не ухожу, я сижу здесь, пошу. До свидания, спасибо за урок. До свидания. Я вот когда у меня уже высохло все рядом, я сотру эту линию горизонта, потому что ее не должно быть видно. Но это только когда уже вся акварель высохла, потому что потом аж медки от пластика, они попадут в воду, как бы, и останусь там, это будет не очень красиво. Я покажу. Да, молодец, очень красиво. Спасибо за урок, до свидания. До свидания. А Мария очень красива. Дальше то, что интересно, когда я сейчас купляю. Мне оставаться, ну, сказать? Давайте подготовимся для этой... Открой, или... Давай, Дана, расскажите. Чего? Повтори, пожалуйста. Спасибо. Мне надо показать, а почему вы не красивые? Повтори, пожалуйста, я не очень могу понять, я не слышу. Что вы говорите? Не получается, а что именно? Можно я вам покажу мой рисунок? Да, конечно. У тебя дома тинец? Мне очень нравится. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо за урок. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»